Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Наимии. И сегодня мы будем читать седьмую главу этой книги. «Когда стена была построена, я вставил двери, и поставлены были на свое служение привратники и певцы и левиты. Тогда приказал я брату моему Ханании и начальнику Иерусалимской крепости Хананию, ибо он более многих других был человек верный и богобоязненный, и сказал я им, пусть не отворяют ворот Иерусалимских, доколе не обогреет солнце, и доколе они стоят, пусть замыкают и запирают двери. И поставил я стражами жителей Иерусалима, каждого на свою стражу, и каждого напротив дома его». Очень красивый такой образ. Нельзя было открывать ворот Иерусалима, вот эти городские стены, пока солнце не нагревало эти ворота. Иерусалим – это образ церкви, как я вам объясняю. Построение ограды вокруг Иерусалима – это церковное противостояние этому миру, нежелание секуляризироваться. Но церковь не может жить замкнута. Она должна свидетельствовать этому миру о благой вести. Поэтому мы должны покидать наши храмы и идти, нести свидетельства за пределы церковного порога. Но это нельзя делать в ночи, и это нельзя делать даже утром, пока солнце не нагреет ворота городские, открывать их нельзя. Для нас солнце – это Христос. Христос – это солнце правды. То есть пока мы сами не воцерковимся, пока этот свет евангельского откровения не согреет нас благодатью Духа Святаго, мы не должны спешить на проповедь Евангелия, отворяя двери церкви и выходя за храмовый порог. А далее говорится о том, как найден был список тех, которые первыми вернулись в Иерусалим. И мы читаем, пятый стих и ниже. И положил мне Бог мой на сердце собрать знатнейших и начальствующих и народ, чтобы сделать перепись. И нашел я родословную перепись тех, которые сначала пришли, и в ней написано. Вот жители страны, которые отправились из пленников, переселенных на Вахудоносором, царем Вавилонским, и возвратились в Иерусалим, и Иудею каждый в свой город. И с 7 стиха по 69 стих здесь перечисляются имена тех людей, которые еще при Вавилонском правителе Науха Доносоре, Науха Доноцер, по-еврейски звучит это имя, а они вернулись в святой город. Этот список мы не будем читать. Теперь с 70 стиха и ниже. Некоторые главы поколений дали вклады на производство работ. Тершав дал сокровищницу золотом тысячу драхм, пятьдесят чаш, пятьсот тридцать священнических одежд. И некоторые из глав поколений дали в сокровищницу на производство работ двадцать пять тысяч драхм золота и две тысячи двести мин серебра. А прочие из народа дали двадцать тысяч драхм золота и две тысячи мин серебра и шестьдесят семь священнических одежд. «И стали жить священники и левиты, и привратники, и певцы, и народ, и нефинеи, и весь Израиль в городах своих». Вот здесь мы видим, что при щедрой благотворительности многих людей священнослужители, священники, левиты, те, которые обслуживали город, городские ворота и храм, и привратники, и певцы, и народ, и нефинеи, и весь Израиль. Вот они как раз обеспечивали поддержкой, поддержкой, весь Израиль обеспечивал поддержкой тех, которые принадлежали к духовенству или совершали служение декании, вспомогательное служение при Ветхозаветной Церкви. Это для нас образ того, что мы тоже должны проявлять усердие и думать всегда об обеспечении Церкви, того прихода, которому мы принадлежим прежде всего, потому что без наших усилий, без нашей декании, то есть социального участия в нуждах прихода, едва ли он сможет самостоятельно существовать. Особенно в сложные критические моменты. Спасибо вас, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok